Давайте рассмотрим пример поиска неисправности на примере платы LA8861 Заявленная неисправность не включается Ну и попытаемся определить, что же у нас неисправно Для начала измерим сопротивление по входу То есть сопротивление по цепи 19 вольт Давай определить, не имеется ли замыкание по данной цепи То есть поставим мультиметр в режим измерения сопротивления И посмотрим сопротивление на входных цепях Откроем схему Откроем входную цепь питания То есть там, где у нас располагаются входные мосфеты И входные мосфеты И наш контроллер питания, чарджер И будем измерять сопротивление на входе транзистора первого по Q23 То есть сюда у нас приходит первый 19 вольт Затем посмотрим сопротивление на выходе транзистора по Q23 И посмотрим сопротивление на выходе транзистора по Q205 То есть после двух данных мосфетов У нас идет питание в систему Соответственно, если у нас будет здесь замыкание Значит у нас где-то короткое замыкание по цепи 19 вольт То есть либо короткое замыкание в потребителях после чарджера Либо неисправен сам чарджер, как вариант Либо неисправна цепь заряда Тут могут быть пробиты, допустим, верхнее и нижнее плечо, как вариант Либо может быть пробит ботфет То есть у нас транзистор, который переключает питание с аккумулятора на сетевое питание Если у нас все в порядке с питаниями И 19 вольт проходит через нашу входную цепь и уходит в систему То далее мы будем проверять дежурное напряжение Итак, приступим к измерениям Итак, наши входные маслеты Посмотрим сопротивление На входе первого 488 кОм На выходе первого Мегаома На выходе второго Также сопротивление в мегаомах В связи с чем Мы можем сделать вывод, что Короткого замыкания по цепи 19 вольт у нас нет Так как отсутствует короткое замыкание по цепи 19 вольт То подключим Штекер питания И проверим исправность дежурных напряжений Питание подключено Посмотрим Напряжение входной цепи Вход первого транзистора 19 вольт Выход 19 вольт Выход второго 19 вольт То есть 19 вольт у нас поступает в систему Далее будем смотреть дежурку Обратимся к схеме Итак, вот наша дежурка Наш шим дежурного напряжения Который нам вырабатывает 5 силовых вольт 3 силовые вольта А также внутренний молоточный источник напряжения 3,5 вольт Вырабатываемый самим шимом То есть это ВРОК-5 И ВРОК-3 Где он тут? Вот он Значит, когда шим-контроллер Поднимет данное напряжение Для того, чтобы шим-контроллер поднял Начал свою работу Первоначально он должен получить питание ВИН Далее После того, как питание ВИН 19 вольт Появилось Должно быть выработано напряжение ВРФ Референсное напряжение Значение можно смотреть по даташит Но, как правило, референсное напряжение Всегда равно 2 вольтам Далее шим получает сигналы На включение и поднятие Тех или иных напряжений Для каждого шим-контроллера Данные сигналы могут быть различные Соответственно, открываем даташит На шим-контроллер И смотрим по даташиту В данном случае Поднятием напряжений ВРФ5 и ВРФ3 Управляет сигнал Enable То есть сюда должно прийти положительное напряжение Вот отсюда А поднятием силовых напряжений 5 вольт И 3 вольта Управляет сигнал Enable То есть Enable Enable 2 Enable 1 Enable 1 Отвечает За 5 АЛВ А Enable 2 Отвечает за Плюс 3 АЛВ То есть когда уровень На данных сигналах Enable 3 Будет положительным То есть там порядка 1,2 вольта То Это даст команду На поднятие Наших силовых напряжений Значит Уровнями сигнала Enable 3 Управляет Управляет данные мосфеты Если на затворы Данных мосфетов Придут положительные напряжения То данные мосфеты Откроются И линии Enable 1 И Enable 2 Упадут на землю Соответственно Работа Наших силовых каналов Будет невозможной Для того чтобы Наши силовые напряжения Поднялись Нам необходимо Чтобы данные мосфеты Были закрыты И чтобы линии Enable 1 И Enable 2 Не просаживались на землю А для того чтобы Данные линии Не просаживались на землю На затвор На затвор наших мосфетов Не должно приходить Положительное напряжение То есть Наше положительное напряжение Это VL VL Это напряжение Которое вырабатывается Нашим шим контроллером ВРЭК 5 То есть Вот отсюда у нас Исходит 5 вольт И данный сигнал У нас будет называться VL Но так как сигнал VL у нас будет сюда Приходить по-любому Присправность нашего шим контроллера Нам необходимо Чтобы На данном участке цепи Мы этот сигнал Протянули к земле То есть Наши затворы Должны висеть на земле Тогда Наши транзисторы Не откроются А для того чтобы Наши затворы Висели на земле Нам необходимо Открыть мосфет Отставить биполярный транзистор ПК-334 Для того чтобы Открылся наш Биполярный транзистор ПК-334 На его базу Должно прийти На его базу Должно прийти положительное напряжение То есть Это сигнал ЕСО Данный сигнал Дает мультиконтроллер То есть Принцип работы такой Сюда приходят С мультиконтроллера Положительный уровень Транзистор открывается Напряжение Вэль просаживается На землю Соответственно Затворы ПК-333 А и ПК-333 Б Ничего не приходит И уровни сигналов Н-Трип 1 И Н-Трип 2 Будут положительными Итак Давайте посмотрим Какие напряжения У нас имеются на плате Итак Давайте проверим Напряжение На выводах Шимконтроллера ВРК-5 И ВРК-3 То есть Это малоточное напряжение 3 и 5 вольт Которые вырабатываются Самим шимконтроллером Соответственно Это у нас Восьмая нога ВРК-3 И Семнадцатая нога ВРК-5 Вот наш Сам шим Это Один из наших Силовых дросселей А второй дроссель Находится С обратной стороны Платы Соответственно Два Мосфета Одного дросселя А вот это Два Мосфета Второго дросселя Которые находятся С обратной стороны Посмотрим Напряжение На восьмой ноге 3,3 вольта Это ВРК-3 Посмотрим Напряжение На семнадцатой ноге 5 вольт Это говорит о том Что наши Молоточные источники ВРК-3 и ВРК-5 Исправны И по данным линиям Отсутствует Короткое замыкание Далее посмотрим Напряжение На наших силовых Каналах То есть напряжение На дросселях Трехвольтовый дроссель 3,3 вольта И пятивольтовый дроссель Я плату переворачивать Не буду А посмотрю На выходе Транзисторов 5 вольт То есть Наша дежурка Исправна Все напряжения Присутствуют Давайте посмотрим Напряжение На кнопке питания Вот наша кнопочка Напряжение на кнопке 3 вольта То есть Все хорошо Пробуем включить кнопку И заодно посмотрим Как кнопка отрабатывает То есть При нажатии на Кнопку Напряжение должно Упасть до нуля А после того Как мы отпустим кнопку Напряжение Вновь должно встать 3,3 вольта Нажали кнопку Напряжение упало Отпустили кнопку 3 вольта То есть Кнопка отработала Как положено Но Жизнь отсутствует Что весьма печально Так как наша Входная цепь Исправна Короткого замыкания По 19 вольт Нету Наш шин контроллер Дежурного напряжения Работает исправно И все напряжения На нем присутствуют То перейдем К мульти контроллеру Так как На нашей кнопке Было 3 вольта И Кнопка отработала нормально То есть 3 вольта Упали до 0 И уровень напряжения Возобновился После того Как мы отпустили кнопку Нам необходимо проверить Проходит ли данный сигнал С кнопки До мульти контроллера Наш мульти контроллер КБ 9012 Данный мульти контроллер Имеет собственную прошивку То есть Если прошивка Нашего мульти контроллера Неисправна То это может быть Всему причиной Хотя неисправности Могут быть и другие Итак Что смотрим На мульти контроллере Во-первых Смотрим питание Далее Смотрим Снят ли Ресет с мультика То есть сигнал ЕЦ Ресет 37-я нога Далее Смотрим сигнал Лид СВ Это сигнал Открытия и закрытия Крышки ноутбука На данной ноге Должно быть Положительное напряжение 3 вольта А также Смотрим сигнал АСИН То есть сигнал Который Приходит От чарджера И сообщает Мульти контроллеру О том Что питание Подключено И в порядке Так Вот у нас есть АСИН Д Ну вот Наш АСИН То есть Наш сигнал АСИН Д Подтянут К напряжению Плюс 3 вольта Плюс 3 вольт Если будет Непорядок С питанием То Наш сигнал АСИН Д Чарджером Будет засажен На землю Соответственно Линия АСИН Д Также Будет Притянута К земле И Будет Дана команда На что Что дальнейшее Поднятие напряжения Невозможно Также Посмотрим Сигнал От кнопки Включения Это сигнал Он Оф БТМ То есть Это сигнал От кнопки Так Смотрим Питание Мультика Девятая Нога Например 3.3 вольта Далее Смотрим Ницер Тридцать седьмая Нога 3.3 вольта Смотрим Лид СВ 115 Нога 3.3 вольта Смотрим Сигнал АСИН 110 Нога 3 вольта Есть Смотрим Приходит ли Сигнал Нажать С кнопки Сигнал ОН ОФ БТМ 114 Нога Встаем На данную Ногу Смотрим Что у нас 3 вольта Ставим На ноге Нажимаем Кнопку Напряжение Пропало Отпускаем Кнопку Напряжение Появилось Это говорит О том Что Сигнал С кнопки Доходит До нашего Мультиконтроллера Далее Посмотрим Сигнал Ретранслятор То есть После того Как Мультиконтроллер Получил Сигнал С кнопки Он должен Ретранслировать Данный Сигнал Далее Это сигнал Пару Бутин Аут Это 106 Данный Сигнал Идет На Хаб 106 Нога Напряжение Отсутствует До и После Кнопки Сейчас Посмотрим Сопротивление На 106 Ноге Так Я немного Ошибся Так как Измерения Производил Без микроскопа То попал По видему Не на ту ногу То есть Речь у нас Идет О сигнале Пару Бутин Аут То есть После До нажатия Кнопки Напряжение Отсутствует И на самом деле После нажатия Кнопки Напряжение Поднимается 3.3 вольта Также После этого Был проверен Сигнал PCH RSM Reset Сигнал Также Поднялся После нажатия Кнопки До 3 вольт Так и Должно Быть Так Давайте Проверим Частоту На наших Кварцах Частоту На кварце ICL1 Это Кварц На 24 МГц А Также Вывод На Микросхеме UCL1 На Девятом Выводе На этом Выводе Должна Быть Частота В 32 КГц Генерация Должна Происходить Сразу После Подключения Шнура Питания Так Встанем Щупом Остиллографа На ногу Кварца И посмотрим Что нам Покажет Остиллограф Как мы Видим Частота Равна 24 МГц Если Немножко Раздернуть По горизонтали То мы Увидимся На Соль Так Посмотрим Что у нас На Девятой Ноге Частота 32 КГц Итак У нас Присутствует Сигнал Нажатия Кнопки У нас Присутствует Сигнал Ретрансляции Мультиконтроллером Данного Сигнала В Хаб После Данного Сигнала Хаб Должен Ответить Мультиконтроллеру Сигналами ПМ Слип С3 ПМ Слип С4 И ПМ Слип С5 Значит Я провел Измерение И Оказалось Что Данные Сигналы Отсутствуют Далее Я посмотрел Имеется ли Питание На Флешке Хаба То есть Тю H3 Питание Данной Флешке Отсутствует Флешка Питается От напряжения Плюс 3 VS Данное Напряжение Плюс 3 VS У нас Формируется Из Напряжения Плюс 3 LV Которое Соответственно Формируется Контрольным Дежурным Напряжением Это наши Силовые 3 Вольта Соответственно Чтобы наши Силовые 3 Вольта Преобразовались Плюс 3 VS Через Транзистор Q29 Данный Транзистор Должен Открыться Для того Чтобы данный Транзистор Открылся На его Затвор Должно Прийти Положительное Напряжение Данное Напряжение Приходит От Напряжения Плюс VSB Но Чтобы Данный Сигнал Попал На затвор Транзисторы Q10A И Q10B Должны Быть Закрыты Данный Транзистор Управляется Сигналом СУСП Если На данных Транзисторах На затворах Будет Положительное Напряжение Транзисторы Откроются И соответственно Положительное Напряжение Плюс VSB Будет Просажено Через Открытый Транзистор На землю Соответственно На затвор Транзистора Q29 Ничего Не попадет И транзистор Будет Закрыт При измерении Было Установлено Что Как до Нажатия Кнопки Так и После На затворах Транзисторов Присутствует Положительное Напряжение Соответственно Транзистор Открытый И плюс VSB Просаживается На землю Соответственно Преобразование Из 3 LV Плюс Сигнал В плюс 3 VS Не Осуществляется Значит Сигнал СУСП Подтянут К напряжению Плюс 5 ALV Для того Чтобы Нивелировать Значение Сигнала СУСП Наш сигнал СУСП Со знаком Решетки Который Приходит С мультиконтроллера Должен иметь Положительный Обровень То есть 3 Вольта То есть После того Как мультиконтроллер Поднимет сигнал СУСП С решеточкой Наш транзистор В данном случае Q6A Откроется Плюс 5 ALV Через открытый Транзистор Упадут на землю И соответственно На Выводе СУСП Напряжение Будет отсутствовать В связи с чем На затворы Транзисторов Q10A Q10B Не будет Поднаположительное напряжение Транзисторы будут Закрыты И Напряжение Плюс ВСБ Попадет на затвор Транзисторов Q29 Q29 Откроется И Сигнал Плюс 3 ALV Превратится В сигнал Плюс 3 ВС Какие Отсюда Мы можем Сделать Выводы А выводы Мы можем Сделать Следующие Выводы У нас такие Для того Чтобы Появился Наш сигнал СУСП Со знаком Решетки Прежде Должен Появиться Сигнал СУСОМ А прежде Должен Пройти Ответ От хаба Сигналами PMSleep S3 PMSleep S4 И PMSleep S5 Соответственно Пока Ответа От хаба Не будет Дальнейших Движений У нас Не будет Откуда Можно Сделать Вывод Что Быстрее Всего Неисправность Стоится В нашем Хабе В связи С чем Я буду Менять Хаб Ну а Далее Посмотрим Итак Давайте Прошем Мультик Контроллер Мультик Здесь КБ 90-12 Включаем Программатор Шлейф Клавиатурного Разъема Материнской Платы Второй Конец Шлейфа Идет на Программатор Разъем С обратной стороны Программатор У нас Идет два кабеля Включаем Программатор Разъем От Нижнего Клавиатурного Модуля Кабель Идет на Разъем Материнской Платы Это Заземление И сам Программатор Маленький Модуль От него Провод Идет К Нашему Компьютеру После Подключения Кабелей Запускаем Софт Программатор Выберем Плату Которую Будем Работать Подключим Питание Материнской Платы И после Подключения Разъема Питания Нажмем Кнопочку Подключить Как видим Наш Мультиконтроллер Проделился Для начала Прочитаем Родную Прошивку Сохраним Считанный Файл Откроем Файл Новой Прошивки Проведем Перезапись EEPROM Перезапись Завершена Откроем Отключен Программатор И проверим Работоспособность Платы При подготовке Платы К пайке Необходимо С платы Снять СМОЗ Батарейку Если она Припаяна Отпаясь А также Любые металлические крепления А также Пленки Может произойти То что Под пленкой Температура плавления Будет Достаточно Для Отпайки Компонентов А сама Пленка При этом Начнет Коробиться И при этом Она Соберет Все Отпаяно И вы Потом Это Никогда Не Восстановите Мы Конечно Можем Но Это Создает Достаточно Серьезные Проблемы Установим Плату На Ствол Удалим Компонент Все Делают По-разному Я Разогреваю Плату Примерно До 130 До 140 Градусов Нижний Подогревом И После Этого Удаляю Компонент Зубочисткой Далее Устанавливаем Камеру Камера Смотрит Под Чип При этом Мы имеем Такую Картину Это Картинка С камеры Которая Смотрит Под Чип Это Наш Чип Это Шариковые Выводы Под Чипом Нанесем Флюс Установим Верхний Нагреватель Температура На плате Порядка 150 Градусов Включим Верхний Нагреватель Запустим Программное Обеспечение Выставим Профиль Нажмем На запуск Зеленая Линия Это Температура В районе Нагрева Чипа Выпейка Производится По профилю Припой Расплавлен Будем снимать Чип Компаунд Несколько Выдерживал Чип Остатки Компаунда Но Все Снялось Хорошо Пока Плата Горячая Залудим Контактные Выводы Удалим Бессвинцовый Припой И пройдемся Сверху Свинцом Заодно Удаляем Остатки Компаунда Который У нас При снятии Несколько Придерживал Чип Учистим Контактные Площадки Компаунда От использований От использованного флюса Можно делать Например Обычной Салфеткой С мощной Спирти Пока У нас Все еще Не остывшее Горяченькое Все очень Легко отходит Наши Контактные Площадки Отмыты Нанесем Флюс Установим Чип Выравниваем По меткам Вокруг Чипа Приступим Процесса Пайки Включен Нижний Нагреватель Он Разогреет Плату До Температуры На плате Порядка 150-160 Градусов После Этого Будет Включен Верхний Нагреватель Будет Выполнена Пайка По Термопрофилю Чип Полностью Сел Можно Завершать Процесс Пайки Охлаждение Чипа Кристаллизация Шаров После Запуска Платы Оказалось Что она Зависает На заставке Самсунг И никак Не реагирует На клавиатуру Было Обнаружено Что Генератор Работает Через раз Через раз Запускает Плату А также Одна из флешек Читается Через раз На флешках Были Видны Следы Пайки В связи С чем Можно Сделать Вывод Что Плату Прошивали Генератор Был Заменен На заведомо Исправный А также Заменены Прошивки Как в Мультиконтроллере Так и Обеих Флешках Одна из Флешек Была Заменена Был Прошит BIOS Версиями Флешки Были Прошиты Версиями П06 ААЛ Мультиконтроллер Был Прошит Версии П04 ААЛ После этого Была Загружена Операционная Система И Официальным Прошивающим Самсунга Были Обновлены Прошивки До Версии П10 ААЛ Давайте Загрузим Операционную Систему Посмотрим Получилось Обновление Прошивки В BIOS А также Посмотрим Проверим Работу Платы От Аккумуляторной Батареи Заряд Аккумуляторной Батареи Включим Плату Зайдем В BIOS Как мы Можем Видеть Как Основная Прошивка Так и Прошивка Мультиконтроллер Имеют Одинаковую Версию П10 ААЛ Загрузим Ось Запустим АИДу Проверим Батарейку Сейчас мы Работаем От батареи Как мы Видим Все параметры Аккумуляторной Батареи Учитываются Сейчас Подключим Разъем Питания Разъем Питания Подключен Как мы Видим Параметр Питания Электросеть Батарея Заряжена На 100% Для того Чтобы увидеть Нам заряд Нужна Более Разряженная Батарея Сейчас Я Наверное Подброшу Другую Батарейку Чтобы Это Долго Не гонять Так Отсоединим Батарею И Подключим Другую Батарейку Это Моя Батарейка Тоже Заряжена Черт Побери Ну Давайте Немного Разряли Дадим Нагрузку Процессор Подождем Разрядки Процентов До 90 И Потом Отключим Нагрузку И Подключим Сетевое Питание Дабы Увидеть Идет ли Заряд Батареи Итак Батарейка Разряжилась До 75% Подключим Адаптер Питания Как мы Можем Видеть Начался Заряд Батареи На этом Ремонт Можешь Считать Завершенным По итогам Был Заменен Хаб БД 82 Ашем 76 Генератор Частот Одна Из Флешек А также Прожитый Мультиконтроллер И Обе Флешки Свежими Дампами Всем Спасибо За внимание Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры